Почему в России так мало наркобаронов, и почему все они так молоды? Все интересно, были ли какие-то у нас внезапные пики, потому что до этого Гамбитам постоянно банили... Ну, либо Гамбиты банили Шена, и им банили. Кстати, вот такое ощущение, что Дарьин перестал играть на Шенни, но при этом все равно они его не хотят видеть в своих играх и все время банят. То есть Дарьин теперь играет на Ренике, на Шиване и на Лиссандре. Вот три основных пика. Дарьин, это, кстати, стандартная практика Гамбитов, выработать 2-3-4 стабильных своих пика, которыми вы будете играть. То есть вот, если пройтись по тому, кто чем играет, то это Рениктон, Шиванна, Лиссандра для Дарьина, это Вай, Лисин, Шиванна для Даймонда, это Ори, Казикс и... Кто еще может быть от Алекса? Хороший вопрос, кто еще может быть? Может Грагас, может кто-то еще. Это Джинкс и Люциан и Варус для Генжи, и это Энни, Сона и Зайра для Эдварда. Вот такие, собственно, пики мы ожидаем от Гамбитов. Казикс, Трениктон и Энни, вообще другие баны, Эвелина доступна, но, возможно, фанатики что-то знают, потому что Гамбиты каждый раз улыбались, когда видели в бане Эвелину. Может, они ее даже и не готовили. Ну и Шиванну, Овк тоже, да, в бан отправляют. Шен, кстати, доступен, заберут ли его кто-то, потому что, в принципе, ребята, которые гнобят Шена на линии, а это Реник и Шиванна, которые впушивают сразу же, которые на линии и нормально не дают Шенну фармить, они в бане. Так что Шен выглядит очень вкусным сюда, под пик. С другой стороны, Лиссандра, кстати говоря, тоже может Шена харасить очень больно, и в плане полезности для темфайтов она тоже очень хороший пик может быть, так что посмотрим. Ну и Овк может нас что-то ожидать интересное в матчапе Алекс против Пеки, последние матчи Алексича и Пеки были очень в пользу его испанского коллеги, так что надо мстить, надо разворачивать ситуацию. Ферст пик, для кого? Трэш, не дают Трэша Эдварду. Хорошо, ну и себе забирает Йеллоу Стар. Он имеет опыт на агрессивных грабающих саппортах, то есть Леона, да, вот. Трэш, кстати, Элис не в бане, ее Даймонд хочет сразу взять. Вообще, по-моему, чуть ли не в каждой игре на про, по крайней мере, в торнаменте была в бане Элис, потому что ей вчера точно играл Трикс. А нет, стоп, это не на про торнаменте был Трикс, Трикс был у CLG. Да, турки позволяли брать Элис. Блин, ну я единственное, что боюсь за источник за наш, потому что лагает теперь твич очень хорошо, я сменю на хай, чтобы меньше лагало. Да, ну и Дарьен, судя по всему, планирует играть этот матч на Атроксе. Хай вообще не работает, похоже. Ну, твич вообще едет, конечно, очень большие нагрузки, там еще начался MLG, поэтому нагрузка вообще очень большая. Атрокс — это один из тех топеров, который до нерфа был вообще, ну, феноменальным, особенно для Сулокьё. Вы гнобили любого героя, вы просто абсолютно бешеный лайфстил имеете с нормально там прокачанными... W, W, Атроксом. Как она называется, правда, я не помню. Bloodthirst. Да, точно, Bloodthirst. Блин, ну, хрен знает, может нам придется... А вот это лагает источник, а ну-ка, секунду. Тут вообще картинка какая-то размыта и очень сильно. Да, ну, тут тоже подлагивает слегка, да и качество так себе. Ну, на основном источнике что-то вообще картинка пропадает иногда, это очень печально. Так, у нас пока фнатики взяли Ноктюрну, вот это очень неожиданный пик для Цианида и Корки, для Реклиса. Я, может, попробую сейчас просто обновить свою страницу на Твиче, это как вариант. Не знаю, поможет ли мне это или нет, вот, но возможно. Блин, тут, конечно, тоже лагает очень сильно, и это заметно. Конечно, под финалы всегда такая тема, просто ничего с этим не сделать, вот в чем проблема сейчас. Попробую я обновиться там. Так. Для Генжи взять Люцин. Секунду, ребят, погодите, чтобы мы уже с лагами разобрались до конца. В процессе банов и пиков. Так, ну вроде как. Вроде как. Я надеюсь, что сейчас все будет ток. Давайте смотреть, получится или нет. Так, вот это не то, что нам нужно. Нам нужно сделать вот так. Нет, не так. Все еще что-то не так. А, это хром мой. Я понял, лаганул. Сейчас, секунду. Так. Перезахват я просто сделаю. Так, сори за технические трудности, но, к сожалению, я ничего не могу сделать больше, чем то, что я делаю. Так. Фнатики троллят пиками своими. Вот, картинка вроде перестала пропадать. Ну, Сона... Люцен очень жесткая, кстати, линия. Фнатики, там и Мордекайзеры, и Вейгар уже, и все что угодно показали. Так, все, вроде пойдет. Скарнер, Тима, Триндомер... Вообще, СОЗ на Триндомере было бы интересно глянуть, но больше, конечно... Вот, кстати, СОЗ на Йорике начал играть потом, к концу сезона летнего ЛЦСа, как и Дарьям тоже, но Атракс так себе против Йорика стоит, у Йорика есть все, чтобы с Атраксом отправляться. Зикс и Ли? Ли. Соло топ Лесин от СОЗа, инкаминг, или как? Ну да, логично, потому что соло топ Ноктюрн, по-моему, вообще так себе тема, если честно. Ласт пик остается для Алекса. Что Алексич считает, как хорош матча против Зикса, потому что Алекс шарит, что против Зикса играть... Что? Эдвард решил... А, ну это же Эдвард, да, точно. Чтобы он сразу показал, что собирается брать Алексич. Как бы не так. Казикс в бане, Нидали в бане, Касса в бане, даже не знаю, даже не знаю. Может, Картос, он им играл в конце летнего сезона, но вряд ли. Может, Грагас тоже, но... Его только вроде в 3.14 понерфили, то есть в 3.13 он еще более-менее норм, или в 3.13 его уже нерфили. Ух ты. Ух ты. Мальфит. Мальфит для Алекса, или... Вообще, Алекс, кстати, играл на соло мид и лис, то есть, может быть, там будет Джангл Атрахс, соло топ, мальфит и... Нет, не будет. Будет просто соло мид, мальфит против Икс Пеки, который будет играть на лиси... Нет, соло лиси не все-таки. Там тоже игрались Фнатики со саппами, но пики внезапные вообще. Мид, топ, это просто совершенно неожиданные пики, лично, как для меня. Треклес на корке это нормальная тема. Под корке, чтобы сноуболиться какой-нибудь такой крутой саппортик, это всегда трэш хорошо идет. То есть, вы цепляете и пытаетесь корки дать засноуболиться. Это очень приятно. Так что посмотрим, что из этого выйдет. А так вообще, конечно, у Фнатиков есть и шилды, причем их порядочно, да. У Лесина есть шилд на любого тиммейта, у Трэша есть шилд на любого тиммейта. Плюс у Ноктюрна есть спелл-шилд. В общем, нормально все, у корки там тоже эскейп. То есть, они мобильные весьма. Ноктюрн, Ли, корки, Трэш очень мобильные чемпионы, которые перемещаются с огромной скоростью. Ну и Зикс тоже, кстати говоря, у него есть прыжок эдакий, да. Я уверен, что этот мальфит на мид взят, ну не потому, что гамбиты не смогли придумать ничего более крутого. Просто мальфит-мид это ясное дело, что ставка делается на очень жесткую инициацию. То есть, Атракс, мальфит. Если все будет по плану гамбитов, то фнатики не будут жить вообще никак. Так, потому что у них мидер сквиш, топпер сквиш, по сути, да, если лисины собирать как топпера, то обычно это идет гидра, там никакой затанковки нет. То есть, это, ну, просто инстакилл Атраксом и мальфитом. Кстати, интересно, что там будет с телепортами сейчас у гамбитов, потому что мальфиту очень часто берут телепорт, хотя на мид зачастую нет. Нас может ожидать какой-то очень интересный свап, потому что я помню последний раз мальфита от гамбитов на миде от Алекса. В конце весеннего сезона он им играл против SK на миде, и его ходили ставили в свап на бот. То есть, его ставили на бот против даблы, дабла гамбитов шла сама на топ, а на мид шел Дарьен. Или Дарьен шел на топ, а дабла шла на мид, что-то такое. То есть, был какой-то очень интересный свап. Гамбиты, кстати, ведут себя на первых левелах очень пассивно, за исключением одной игры. Мы не видели вообще от них каких-либо экшен тем, кроме последней игры против Cloud9, где там Эдвард Пап поймал двоих в стан. У Лисина, кстати, в Фортитюд это очень спорный выбор против Атракса, но Созу явно виднее. Он, видимо, собирается получать какую-то поддержку от Сианида, либо, возможно, это будет как раз попытка свап убить, то есть 1х2 убить кого-то. Потому что использовать Фортитюд против Атракса, у которого есть пассивка, то есть как-то его заулынить будет очень непросто. Учитывая то, что там Даймонд имеют прекрасное взаимодействие с Дарианом в случае контр-гангов или наоборот гангов. Хороший вопрос, как все это сработает. Ой, Фнатики идут, видят Эдварда, видят Генжу, будут ли цеплять. Эдвард сразу же флэшится, даже он не дает шансов Фнатикам хоть как-то зацепить. Очень интересный такой флэш был. А, с другой стороны, если Йеллоу Стар хукает и откуда-то издалека, да, и вы можете этого не увидеть, и тогда вы уже умрете 100%, учитывая то, что там рядом Лисины Корки, урона у них на первом левеле очень много, особенно с Фортитюдом Ли. Поэтому флэш, наверное, стоило потратить в той ситуации Эдварду. Ну да, это в любом случае дешевле, чем ФБ отдавать. Даймонд очень быстро забирает синий баф. Кстати говоря, никакого не идет у нас раздела опыта между джанглерами, извините, и топперами. И свап в итоге оборачивается тем, что просто топперы идут на бота, а ДК и саппорт идут на топ. Кстати говоря, Эдвард очень сильно захарасил вместе с Генжей. Здесь Йеллоу Стар. Был бы флэш, наверное, у Соны можно было бы продолжить. Так, флэш есть только у Генжи, но Реклис-то вообще терпит хорошенько. Так, здесь. Да, да, вообще, очень тяжелая ситуация для Фнатиков. В плане разменов, потому что сейчас получится второй левел, и... Да, гамбиты вообще без проблем будут себя чувствовать. Уууу, Йеллоу Стар. Увернулись от хука, Реклис очень лох и пей, есть барьер, подходит сюда Ноктюрн. По идее, да, не успевает туда Цианид. И Сона знает, не знает про Ноктюрн, скорее всего, полагает, но на 100% уверенным быть никогда нельзя. Даймонд уже четвертый, и можно, в принципе, попробовать гангануть топ-лэйн, ну, то есть, дабло. Но у них у обоих есть флэши, то есть, реализовать это будет непросто. Естественно, Мальфит проседает по фарму в начальной стадии игры, он фармит то, что может под вышкой. Пытается как-то еще и отхаратиться Зиксу. И вот сейчас очень грамотный мув от Цианиду, он приходит на контрганг миды, да, Элис врывается, Кокон попал в Экспеки, хоть он и прыгнул уже очень далеко, но тут рядом Цианид, пытаются залынить Экспеки. Все-таки Гамбит и мало маны осталось у Алекса. Ну, кстати, у Экспеки вообще ничего не осталось, только барьер. Там флэш был прожат, и хп и маны у него практически никаких нет. При этом старт у него через Доран Ринг, то есть, кристаллинки нет, естественно, против Мальфита смысла ее брать вообще никакого, тоже нет. Ох, Даймонд, сколько времени теряет, но повторно идет ганг, вот сейчас уже уворачивается от всего Экспеки, ну и Цианид находится рядом. Ну, кстати говоря, очень здорово для Алекса, потому что все это время он фармит, и Пеки фармит. Но отличие ситуации в том, что Токаликс тоже фармит благодаря Элис, но Элис как бы все равно, потому что Ноктюрн-то не фармит Элис и без фарма нормальный, да, более-менее. Джанглер, Генджи цепляет, Йеллоу Старр, хороший хук, может, будет и разворот, Йеллоу Старр просел тоже порядочно, но Генджи все-таки просел посильнее. Прожал барьер, флэш остался, еще один ганг от Даймонда, но тут уж просто Цианид на сполшилд принимает. Ну, я бы сказал, вообще, кстати говоря, что Корки трэш посильнее будут, чем Сона Люциан, до 6-го левела так точно, да и после 6-го там слабо что-то меняется, идет сюда Даймонд, его прямо видят, что его видят на Варде, Корки сейчас просто полетит на Валькирии, и... хороший очень дочь. Да, ботлейн Фнатиков очень четко сыграл сейчас. При этом, кстати говоря, Генджи отлично фармит по сравнению с Рекклисом. Лоу, посмотрите, 30 на 22, при том, что, ну, как бы сказать, что там что-то запушено, нет, просто у Генджи лучше ластхиты. То есть, понятно, что там Рекклис... а, он бэкал со Золунгсордом, но, окей, в любом случае. Даже вот с этого бэка, сейчас Генджи пока вернется, а он куда-то бежит, он на бот бежит, они решили отсвапать все обратно, или... Или это опять вот какая-то гамбитовская тема, пока там Генджи постоит на боте сам, Эдвард побегает по карте, даст Алектичу пофармить мид, например, как вариант. Генджи, кстати, два Дорана и ботинок имеет в данный момент. Вот, Дарьян бэкается, Редпот Созу не приходилось прожимать совершенно. Сейчас Дарьян пытается, кстати, по-моему, забейтить. Соза просто-напросто подходит Люцен, и уйдет ли Соз, Флэва флэшивается, не уходит, это ФБ должен быть для Дарьяна, потому что Игнает горит. Ну, ну что такое, ёлки-палки, сколько можно лагать-то? Да, ФБ для Дарьяна забирается. Грубая ошибка от Соза здесь, он даже фортитюд не прожал, потому что понимал, что... эскейпнуть здесь не получится, хотя, ну... Очень хороший додж от Даймонда. И, кстати говоря, Дарьян пытается выйти на Гидру. Очень непопулярный предмет на Соло Топ Атракса. Ему первым предметом обычно собирают Ботарк, ну или Вампирик хотя бы, да. Гидра является вообще на любого милишника очень неплохим предметом, но на Атракса считается, что чуть-чуть менее крутой он. Так, Даймонд подходит, просто выфармливает оба топ-лэйма и всё. У Нактюрна нет шестого, тут сложно что-то загангать в такой ситуации. Вроде, с одной стороны, особого смысла в свапе не было, а с другой стороны, сейчас ФБ с этого забрали гамбиты, и у Атракса с этого ФБ бешеное количество прилетело голды, да. Он очень хорошо запушил топ, получил огромное количество фарма, у него 50 уже. Это топ-2 фарм после Зикса. И сейчас, кстати говоря, Реклис догнал Генжу по фарму. Против Лесина немножко Генжа то ли попропускал крипов, то ли Реклис более чётко добивал то ли за счёт бэка, так получилось. Но это неважно, потому что эти 5-6, даже 10 крипов не решат, если только один килл вы берёте, уже эти 10 крипов нивелируются. А учитывая тот факт, что там уже ассист за ФБ, то есть это очень хорошее количество голды, прикатило Генжи, то это вообще здорово. Я думаю, что вот Дариану сложно получать харасс лишний. С другой стороны, корки трэш... Ой-ой-ой-ой-ой, сколько Даймонд урона даёт по Цианиду, Цианид даёт фир, даёт в себя собственного шилда. Шилда заканчивается, Лес выпрыгивает. И Даймонд что делает? Можно было посильнее, наверное, Ноктюрна прохаратить, но был уже неподалёку Ли. Генжи, конечно, с Эдвардом тоже неподалёку шивались, то есть, если что, они прикрыли, скорее всего. Но размениваться рискованно ни та, ни другая команда просто не хотят, и гамбиты начинают брать дракона. При этом у них на топе Атракс, который вообще не позволяет никак себя запушить, потому что он уже сейчас бежит, да, и, там, каждым Даркфлайтом приближает себя к заветным миньонам. Даймонд никак не потеряет здесь дракона, и это первый дракон в пользу гамбитов. Мы видим второго Лесина на этом турнире, на топ-лейне, который никак себя реализовать не может первые 10 минут. А Рэдпот это вообще предмет первых, там, 5 минут, который надо прожимать, потому что... Ну, это 350, конзюмабл за 350, который вы прожмёте, он потом вообще никогда, да? Ну, это даже не Доран, это ещё хуже получается в этом плане. То есть, насколько это актуально, хороший вопрос. Тут у нас ганг-команда профессиональная выезжает, Эдвард имеет крещендо, но... Он даёт, кстати, очень неплохое его, но не выйдет, скорее всего, отсюда. Сос, правда, лоу, но у него ещё Рэдпот есть, так что здесь вообще без риска для фнатиков. Так что, Генжи стоит очень осторожно быть, если он вдруг решит тут себя разменять на кого-то. Ой, Генжи, опасно стоит. Ультимейта-то у него нет, так что крипов отпушивать сложно. Там пошёл ультимейт на Генжи, сюда выезжает Алекс. У Алекса, конечно же, есть Unstoppable Force. Более того, у него Игнайт пытается здесь вытащить обратно своего тиммейта Йеллоу Стар. Можно через стену попытаться ультануть Мальфиту. Будет ли ульт от Алекса? Но в Лесина очень опасно это делать. Ультует! Сос не успел среагировать! Есть Рэдпот! Прожимается Рэдпот! Сос, лоу-лоу-лоу ХП, если бы не было Рэдпота! Или! 20 ХП. 20 ХП. Жесть. Еле-еле выжил сейчас у нас Сос. Конечно, там мог быть ещё и Дарк Песседж от Йеллоу Стара, хотя он был на кулдауне, но мог бы откатиться в последнюю секунду и спасти Лесина, но Сос спасся сам. В итоге, кстати говоря, на миде Даймонд от Дэфил ситуацию. Он фармит лучше, чем Цианид на своём Ноктюрне. Ну, Цианид вообще стиль игры не очень, там, метео-стайл, да, не фарм-ориентированный, поэтому не стоит ожидать, что сильно увидим какие-то феноменальные показатели на нём, на этом герою. Кстати говоря, оба дуа-бота пошли, собственно, на свой законный бот, но учитывая то, что Дракон взят, это неважно, в принципе. Они могли и на топе продолжать точно так же стоять. Первый ром Аликса получился неудачным, к сожалению. Да, кстати говоря, Грааль будет. Хороший предмет на Мальфита, с точки зрения того, что... Если это мид-лейн, да, Мальфи, то ему нужно больше урона, там, Грааль, хотя бы маску, и потом только собираться уже в жир, если вообще собираться. Тем временем Суоза дайвит Дарьен, у Дарьена есть пассивка, поэтому почему бы и нет, даже если Дарьен умрёт, как бы... Пассивка спасёт его. А он не потратил пассивку, прилетает ультимейт Зикс, прекрасно понимают Дарьен и Даймонд, что сюда где-то, где-то здесь выезжают экспеки, да, и надо уходить. У Эдварда, кстати, откатывается ультимейт, у Йеллоу Стара его ещё нет, он где-то был использован. Странно, или это баг такой, может, показывается неправильно. Пока что Генжа и Эдвард смотрятся, как минимум, не хуже, то есть, я не могу сказать, лучше, чем Рекклес и Йеллоу Стар, но не хуже. И я бы сказал, что они при этом это делают на более слабой дуа-бот паре, хотя оценивать Люцина и его матчапы очень сложно. Я практически на этом чемпионе не играл и не слышал отзывов о нём до этого турнира, то есть, были какие-то семи-про-турниры на про-сцене, это его первое реальное появление, да, и какие-то выводы о Люцине делать ещё рановато. В Корее о нём разговаривает, но больше как о Мидере, чем как об Эдекере. Пока что Генжа шикарнейшим образом просто харасит Рекклес, то есть, у него не очень много ХП при этом, да, у Эдекере команды Фнатик, у него нет вампирика, только Фейджа и Двадорона. Хороший лайфстил более-менее будет для этого Корки, но отзоне лечусь его. Хотя, конечно, ХПК 143 за 13 на Зикси, 143, кошмар, 4200 на 3400 Алекса, но опять-таки это Мальфит, и всё, знаете, вот, чем приятно смотреть игры с Мальфитом, далеко не всегда голда или там его фарм или что угодно является показателем. Зайдёт хороший ульт, всё это абсолютно значения не имеет. Конечно, под Мальфита тут маловато ОЕ ультов каких-то, чтобы зайти, то есть там бы МФка Генжи вообще бы, наверное, была шикарной, там, типа, Алексич ультует, Эдвард ультует, там Генжи стоит и буллет таймом хохоча запускает его просто, будучи МФкой, но здесь он люц, здесь ультимейт, как у МФки, явно не будет. Такой же силы. Дракон через минуту, вокруг него, скорее всего, всё и будет строиться, но и Фнатики, по идее, даже несмотря на то, что у Зикса всё очень хорошо, его должны будут отдавать, потому что, ну, очень опасные тимфайты могут быть. Даймонд хочет кого-то загангать, Йеллоу Старпол хп. Кстати, если сейчас Пики не бэкнется, то весь его фарм значения не имеет, потому что дракон через 45, ну, там, через 50, да, и вот ему прямо сейчас бэкать надо и бежать на дракона. Вот прямо сейчас. Если он сейчас ещё пожадничает и будет фармить, то на дракона он придёт с Челлисом и двумя Доранами. Это вообще не вариант. А он не бэкает. Через 30 секунд будет дракон, и гамбиты забирают первую вышку на боте, точнее, первую на топе, вторую на боте, продолжают давить бот, экспеки до сих пор не бэкаются, и гамбиты могут просто взять дракона сейчас. СО стоит на топе, у него вообще игра не клеится, тут князь Воронежский его загнобил в хлам. Кстати говоря, если Даймонд отдастся, это уже будет не так круто далеко, флэш Крещендо от Эдварда, но Цианид лоу хп, ну, уйдёт, конечно же, здесь. Но при этом он ушёл на очень лоу хп, и, естественно, он бэкнется. А это значит, что Даймонд может засмайтить абсолютно спокойно дракона, даже если здесь поставит в арт Йеллоу Стар, даже если будет видеть тайминг, даже если Зигс бросит бомбу, Смайт всё-таки передамаживает на этой стадии бомбу Зигса! Олексич уже жирный, кстати говоря. Особенно против апэшников, потому что есть челес. Дайринг, кстати, одиннадцатый, то есть есть второй ульт, можно попытаться ворваться с Мессакром второго уровня, это больным будет их с Пеки. Ну, контроля, конечно, не хватает для этого дела ему. Да и трэш рядом стоит с Пеки. Пеки хочет забрать мид, но за это его никто никак не накажет. 2-1 по вышкам, два дракона в пользу гамбитов, и того преимущества за первые 16 минут 3000. Это очень много. Для топ-1 и топ-3 команд европейского ЛЦС за первые 16 минут получить 3000 золотых, это очень хорошо. Тем более, что Атрокс 140 за 16. То есть Зиггс там 180, конечно, там Экспеки явно 200 зафармит, если будет продолжать в том же духе за каких-нибудь там буквально 17,5-18 минут. Но при этом Зиггс, кстати, покупает себе Дисторшн, чтобы как можно чаще откатывался флэш. Барьер-то не влияет, Дисторшн не влияет на барьеры. Только флэш, Гост и Телепорт. Очень интересный ботинок на Зигсе. Я не совсем понимаю, зачем он нужен. На этой стадии Зигсу тем более. То есть есть герои, которые вообще не мыслят своей жизни, там без какой-нибудь Дисторшн, там тот же Флэш, Гост, Владимир, или в Соню очень хорошо заходит этот предмет. Кстати говоря, цепляют тут Эдварда, но есть один нюанс. Эдвард очень хочет подраться на линии. Вообще Гамбиты не прочь это сделать. Обратите внимание, второй день подряд Эдвард тарит на Сону Лустидити. То есть у нее намного быстрее откатывается ульт, что хорошо для каких-то файтов, да, 2 на 2, и не важно, там 2 на 2, не 2 на 2. Она не берет мобилити, то есть она не может так хорошо перемещаться по карте вардить-де-вардить. То есть опять-таки, да, больший акцент для игры на линию. И у нее чаще откатываются обилки, что хорошо для линий в первую очередь. Ну или для файта. Такой уж вопрос. Там Гидра есть уже у Атракса. Там СОС просто на пол хп за секунду улетает. Сейчас рассказывает Крэпа о том, что посмотрим, смогут ли в мидгейме Гамбиты не потратить свое преимущество, потому что они этим знамениты, но что-то я сомневаюсь, что сейчас это будет. Сионид пытается не тратить вроде свой шилд, хотел, наверное, среагировать на Unstoppable Force в случае чего. Вообще, то, что у Алекса 140 фарма против 215, это очень логично. То есть Мальфит не может так выфармливать, как Зиггс, и это, ну, минусы мидлейнового Мальфита, да, он милишник, и с этим ничего не попишешь. Но у него есть и плюсы. Представьте, что сможет сделать Алектич со своим Мальфитом, если ворвется и даст контроль, даже в двоих, даже в троих. Еще и Князь ворвется туда же, да, у него 170 уже и Гидра. Он забирает вышку на топе, Т2, на ровном месте. Зиггс забирает свои синие и ничего не делает ему. Но Дарриан просто Даракфлайтом уходит. Достаточно, по-моему, плохая ульта была от Пеки, даже несмотря на то, что у него 40% КДРа сейчас. Все-таки это 3.13, да, здесь синий баф. Все еще дает 20-очку в плане КДРа. Но ульты можно использовать там на другие линии, хотя, конечно, очень быстро откатывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, цепляет экспеки здесь Дарриан, пытается уйти испанец, уходь. В итоге. Да. Плохие дела для фнатиков. У них нет сулотопера нормального сейчас вообще. У них только мидер, по сути, нафиженный, хорошо. Ну, в плане фарма. Ну и Адекерри. По вышкам у них ситуация очень не в их пользу, да, 3.1. По драконам 2.0 в пользу Гамбит. У Алекса 40% в хазе тоже с этим синим бафом, и... Ну, время где-то использовать ульты его, потому что очень долго уже фармит Алекса. У него там 163, да, сулотоп Мальфит. Такие вещи фармит там за очень большие сроки. Так, у нас ганг на бот от Даймонда приходит, и фонарь потрачен, но... Слишком удобная позиция здесь для фнатиков. Галехтич вряд ли сможет нормально туда ультануть. 250 за 20, между прочим, у Пеки. Но это то, что происходит с мидлейн Зиксом от очень скиллованного игрока, если вы его никак не трогаете вообще. Была попытка его зафбшить, но не удалось. И... В этом, кстати, тоже сила очень сильного игрока, да, не отдавать ФБ на миде, даже если у вас там Бэби Сити Даймонд. Конечно, там и Цианит прикрывал хорошенько Пеки, но тем не менее. У Алекса, кстати, 2000 голды. Я очень сомневаюсь, что там будут какие-то вещи, типа там, Рободонов и масс АП сборок. Нет, скорее всего, это будет полужирный, полудамажащий мальфит с маской, с Граалем, и потом с переходом. Мы, кстати, такого видели мальфита от Дарьена. Буквально на первой неделе, когда они играли на Дримхаке в Швеции, как раз тогда Дарьян играл на мальфите с Граалем. Я был тогда еще очень удивлен, что соло топ такой мальфит может быть, но почему нет? Собственно, Челес очень хорош, да, для мальфита, а если вы стоите против АП-шного мидера, он просто оптимален. Вы можете пушить, вы можете фармить, сколько угодно абсолютно. Мальфит один из самых монозависимых танков, наверное, в игре, которые только могут быть вообще. Еще один Дисторшн покупают себе Фнатики, у Реклиса теперь есть Дисторшн. Я не знаю, честно говоря, в чем прикол этого ботинка. Уже такое было видно, экспеки очень лоу... Ой, какой фонарь! Ой, как хорош Yellow Star сейчас. И все прикрывают, конечно же, экспеки. Как там был вытащен просто Зикс из-под всех абсолютно. Абсолютно даже Сона не тратила флэш-ульт, хотя у нее, кстати, тоже, господи, Лига Дисторшн, вы только посмотрите на это. Уже три этих ботинка. Гамбиты взяли третьего дракона? Да, судя по всему, взяли. Я немножко упустил этот момент. Смайт на кулдауне, таймера нет. Да, видимо, три дракона в пользу Гамбитов, пять тысяч преимуществ. Да. Ну и у Люциана уже, да, на ровном месте. За счет того, что он не билдит себе там третий ботинок, у него есть БФ плюс три нити, а у Реклиса просто есть три нити. Валькирию придется жать сразу же, а у Сона-то есть флэш-ульт, но нет, не будут агрессивничать Гамбиты. Они, во-первых, знают, что есть у Цианида паранойя, да, и не зачем такие вещи делать. Круто, круто! Фарм идет у Пеки, там будет сейчас 300 за 24, за 25, в лучших традициях второго сезона. Ну и чё, собственно-то. Если его ваншотнут, а его могут, потому что Аттракс и Мальфит могут, просто, ну, у Мальфита ДФГ? Вау! Это фулл-ап Мальфит, значит, все-таки от Алекса идет, да? Круто! Это очень круто, на самом деле. То есть, если... Просто трое садятся на Зигса, Фнатики оказываются в положении, да, и ваншотают его. Они оказываются в положении, а для этого и берется ДФГ, когда у них есть только Ли, без ничего, с Гидрой, но это несерьезно, абсолютно, за 23 минуты, без киллов, там, с одним киллом, без ничего вообще. Там Гидра и Мэйл ХП у него толком нет. Цепляют, кстати говоря, Генжу здесь, Йеллоу Стар, и всё. Они оказываются с Ноктюрном, который не нафармил ни на что. Они оказываются с Корки, который забелдел себе очень ранний дисторшн, и кроме Тринити не имеет вообще ничего. Прикольный билд на Мальфит. Скорее, знаете, он такой на... Мне кажется, во многом на удивление, чтобы сработать сейчас. То есть, понятное дело, что... Это можно забелдить, это не выглядит как какая-то глупость, это выглядит как даже очень неплохая идея, но, опять-таки, как стандартный Мальфит тут на миде... Вообще, Мальфит не считается сейчас стандартным мидером, во-первых, да? Во-вторых, как стандартным даже для АП-шного Мальфит на миде, ДФГ считаться так себе может. Саос пытается что-то сделать Даймонду, делает более того, подходит Эдвард. Пытается развернуться, врывается Ноктюрн сюда, уже прожал свой шилд. А Алекс будет ли ультить? Хочет в Зикса, явно хочет в Зикса. Но! Но! Минус два сразу же! Хороший! Ой, какой хороший ульт от Соны! Минус Лисин! Минус Зикс! Умирает уже Элис! Сейчас будет умирать Йеллоу Стар! Минус Йеллоу Стар! Даблкил для Атракса! Алексич забирает Йеллоу Стара! Шикарный тимфайт! Он просто очень хотел забрать Зикса! И что толку от этого? 306 фарма за 24 минуты, если ему не дают дать урона в замете! Просто не дают! Его ваншоты от Алексича и Дарри. Отличный очень тимфайт! Просто потрясающий нефайт для Гамбитов был только что сделан! Игра во многом уже сделана! Теперь, кстати говоря, Барон... Нет, да, нет, потому что игра была пассивной! Мы как-то... Я даже и не заметил, как мы уже пересекли отметку в 25 минут! Нет, не будут! Не будут! И Элис бэкнулась, и они разбежались в разные стороны! Да и... Есть большой риск все-таки! Конечно, причем в каждой игре другая какая-то страта используется! То есть, где эта Элисандра, да? Где этот Казикс на миде? Ну, понятно, что они в бане, и, может быть, Гамбиты бы их предпочли, но не без идеи все равно, даже если вот то, что Гамбиты до этого использовали, банится! Есть другие идеи, есть другие варианты, есть другие композиции, которыми они играют! Тринти и БТ! У Генжи и Нинджи Таби! Я, если честно, сомневаюсь, для чего это взято вообще! То есть, понятно, что против Лесина, Ноктюрна и Корки иметь Нинджи Таби это круто! И понятно, что вообще... Берсон в таких героях, как Корки и Люци, он не обязательный предмет, но он неплохой! И дешевый, кстати говоря, еще к тому же! Но если дело дойдет в дуэли, то благодаря Нинджи Таби, да, которые не только армор дают, они еще блокируются автоатаку, какое-то количество урона, это может помочь Генжи сдуэлить, собственно... Реклиса! Наглый очень барон начинается, российская команда, его делают вдвоем Даймонд и Дарин, трое при этом пушат мид, вот это, кстати, очень прикольная тема! Йеллоу Стару, мне кажется, в голову даже это не особо приходило, и вот сейчас он... Идет! Он не идет, он не верит! Как бы, Гамбиты, а где? Вот, посмотрите, они же на миде, втроем! А здесь просто барон, вот и все! Мне кажется, что расстояние в 6000 не такое большое, чтобы так спокойно отдавали его фнатики, даже не пытались застелять, имея Ноктюрна, имея Зиксы, просто... Просто вот он, барон! Очень хорошая игра, и барон баф, и 8000 преимущества, это уже... Пол игры сделано, теперь единственный минус вот этого Мальфита, да, с ДФГ игролем, если у него не получается попасть ультом в того, в кого надо, то есть в Зиксы и в Корки, либо в того, либо в другого, неважно, то он внезапно становится бесполезным, практически, да, у него есть какой-то процент танкованности, но очень небольшой, и у него есть обилки, которые наносят мало урона, хотя с ДФГ игролем, фиг знает. Господи, Тарн Мейл на Дарьене! При этом у него вообще там ХП айтемов, только Омин, то есть это вообще Атракс, с которым Корки сделать просто ничего не сможет, то есть единственной угрозой для Дарьена сейчас является Пеке. Хотят здесь Алексича поймать ребята из Фнатиков, единственный минус, что там, по-моему, если Алексас ловят, он сможет кого-то убить и умереть, что-то типа того. Реклису там нужно будет, типа, выфлешнуться или взывалькириться. Так. Кстати, Алексич все равно жирноватый, учитывая то, что там СОС с гидрой, то... Оп, 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 до свидос просто! Ой, нет, Реклис живет! Живет, еле-еле добивается, и да, добивается Алексичем! Просто вот... Вот и все. Один в один, при том, что трое были там, и при том, что еще и был потрачен барьер Корки. То есть это очень круто. Алекс не потратил... Ооо, нет, минус Пеке, сейчас он прожал Жоню, хорошая Жоня, но это килл. И 360 фарма Пеке в этой игре, наверное, самый бесполезный фарм, такой огромный за такой короткий срок, который только можно было вообще представить. То есть толку, а 360 фарма, если один килл, ноль ассистов и никакого вообще урона от Зикса в этой игре нет. Кстати, мне кажется, фнатики допустили грубую ошибку, когда пошли Алексича разменивать на кого-то, потому что я сомневаюсь, что Реклис не представлял количество урона от Алекса. То есть понятно, что они хотели размикрить, понятно, что размен один в один это неплохо, учитывая барон-баф. То есть если вы забираете барон-баф, да, это прикольно, и при этом сами не теряете этот барон-баф. Но с другой стороны, ну, терять Корки в размене на Мальфит, когда трое его гангают, а вам несут мин, это плохо, конечно. Зик, кстати говоря, вообще пенетру не берет, потому что никто и не тарит, собственно. Магрес, Алекс, что? Где? Как? Лоу! Умг! Этот Мальфит! Это, знаете, это... Это Левлан такая, от Алексича. Просто вот она есть, вот его нет. Омг. Тут еще и Сос в чужом лесу пытается где-то себя найти. 3500 человек смотрят, как гамбиты сейчас расправляются с Натиками. Но все еще не закончено, кстати говоря. Фнатики могут сопротивляться, но пока что здесь умирает Сос. Генджа! Забирает килл лайка босса. Просто лайка босса. Одним выстрелом. Три килла за 31 минуту гамбиты отдают Фнатикам. Даже в лучшие времена, по-моему, они все равно больше отдавали. Давали шансам противникам где-то на камбэк, потому что здесь шансов на камбэк не видно вообще. То есть, пока что, тулку от Зигса, который просто не живет. Оооо, флэш-ульф минус, Реклис, Алексич, что ты делаешь? Просто минус, вот третий раз подряд. Реклис умирает третий раз за последние пять минут, он мертвым больше сидит в таверне, чем реально что-то делает на карте. Это минус вторая сторона. Алексич, 4-1-2 на мальфите на миду. Вот вам и фарм, а толку от него. Ай-яй-яй, Даймонд! Даймонд улетел на флэше. Да, красиво. Ну и что делать тут фнатикам? В этой игре сооз, везунчик еще тот. Приняли бы за милую душу его сейчас. При этом, обратите внимание, ДФГ и ульт откатываются одновременно. При этом ДФГ еще и КДР дает, то есть... Ой, сооз. Он здесь простоял в кусте все это время? Минус ульт Лесина, между прочим. Даймонд здесь нагло себя ведет, но... Пошел отстрел от Лютсена. Ха, берегись, Реклис, у тебя вообще ничего нет. Просто сейчас, опять-таки, то же самое. Надо выфлэшнуться успеть, но... Это такая реакция. От ультов Мальфита выфлэшиваться можно только на угадайку. То есть вы... Не можете, по-моему, реально это среагировать практически невозможно. Вы можете предугадать, когда он пойдет, и попытаться среагировать в этот момент, но... То, как делает Алектич сейчас, это просто полный непредсказуемый ужас для Реклиса. Единственное, что главное с этим не переборщить. Да, все круто идет, но... Надо все это осторожно делать в троих ульт! Минус! Трое мгновенно! Какой шикарный ульт! Да, Тэдди идет! Минус трэш, минус ноктюрн, минус корки, минус пеки! Минус пеки, и это минус четыре за секунду, и гамбиты идут финишить. СОЗ внезапно оказывается сам. Гамбиты... Ой, кстати говоря, тут... А, они фэфят просто эту игру. Это одна из самых, наверное, феноменальных разрывов серии подряд Фнатиков. То есть Фнатики не проигрывали гамбитам с Майя. Вы посмотрите на этот Атр... Точнее, Атракс, господи, Дарьен просто... Ну что я вам говорил? Ну что я вам говорил? Вы просто берете Атракса на топ и... Княжите там. И княжите. Знаете, что сейчас вы должны говорить в чатах во всех? Что вы должны говорить во всех чатах? Вы должны говорить. Ну я же говорил! Не зря я в них верил. Лол. Я был в них уверен до последнего вообще. Я был их главным фанатом, несмотря ни на что. А потом они проигрывают вторую-третью игру, и вы говорите... Я же говорил. Так и делается.